Моя главная ошибка это поступление в Италию. Они на меня смотрят вот с такими глазами. Такой пиар-ход. Вот такой вот пакет документов. Хосе, приятного аппетита! Всем привет, мои хорошие! На связи с вами Даша Ритмой. Я безумно вас рада видеть на моем канале. Сегодня я хочу рассказать вам про свою самую главную ошибку, про переезд и поступление в Италию. Я думаю, что эта история многих замотивирует, заставит задуматься о чем-то в своей жизни, о том, чего вы еще не сделали, о том, к чему вы стремитесь. И начну я с рассказа о том, как я вообще решила поступить в Италию, зачем, почему это произошло. Я с детства занималась творчеством, я очень хорошо шью, меня учила шить бабушка, я очень долго этому обучалась, на разных дополнительных кружках, которые были в школе. Я всегда была достаточно творческим ребенком, и свои первые заработки как раз-таки я осуществляла тоже через творчество. Это был маникюр, фотография, то же самое шитье. Я училась в школе, и после этого, когда я уже подходила к моменту 11 класса, и был момент сдачи ЕГЭ, я встала перед большим выбором в своей жизни. Я думала, что мне делать дальше, потому что я всегда мечтала о том, чтобы создать свой бренд одежды, я мечтала шить, я мечтала креативить, творить. И, собственно, на тот момент я уже была блогером, я максимально творчески раскрывалась в этом направлении, мне это безумно нравилось. И я встала перед выбором, куда мне идти учиться. Конечно же, я безумно хотела поехать куда-то за границу, обучаться моде, дизайну одежды, потому что Европа, там Париж, Милан, крупные города, это столица того, где создавалась мода и до сих пор создается. И, понятное дело, что обучаться таким вещам нужно там, где это лучше всего знают, где лучше всего про это рассказывают. Когда я училась в 11 классе, я думала, что вот, возможно, я поступлю в Италию, потому что у меня в Италии до этого училась моя подруга на дизайн одежды, она мне много всего про это рассказывала. И у меня была такая идея в голове, что вот я поступлю в Италию. Но так сложилась моя судьба, что я отказалась от этой идеи, и я поступила в Санкт-Петербургский государственный университет, высшую школу менеджмента, отучилась там 4 года на полном бакалавриате на направлении бизнес-менеджмент и управления человеческими ресурсами. И сейчас я безумно благодарна и рада за этот опыт, я безумно рада, что я его прошла. Это дало мне большой толчок в моей работе. Знания маркетинга, экономики мне очень сильно помогли, я встретила крутых людей. Короче, это был крутой период в моей жизни, но на тот момент это было, наверное, не то, что мне нужно, не то, что я хотела, не то, как я себя видела, потому что я видела себя больше в творческом направлении, в творческой специальности. И тогда я допустила очень большую ошибку. Я отказалась от своей мечты, я отказалась от своей идеи, потому что мне что-то говорили родители, мне что-то говорили друзья. Плюс я понимала, что я финансово не могу себе это позволить, и мои родители, соответственно, тоже, потому что я из простой семьи, и все деньги, которые у меня были, это были те деньги, которые я сама зарабатывала. И у меня не было возможности поехать в Европу учиться, потому что это дорого. Не только само обучение, но и жизнь, это как бы переезд и полноценные съемы другой квартиры в другой стране, да, какие-то деньги, которые нужны на организацию жизни здесь. Понятно, что это совершенно другой уровень, нежели чем он есть в России. Соответственно, я отказалась от этой идеи, да, в какой-то момент я грустила, но сейчас я об этом не жалею. И это видео я решила назвать «Моя главная ошибка — это поступление в Италию», потому что именно так все относились к тому моменту, когда я решила пойти сюда на магистратуру. Сейчас в Италии я получаю второе высшее образование, то есть первое у меня было закончено в Санкт-Петербурге, как я уже сказала, в сфере бизнес-менеджмента. В Италию я поступила для того, чтобы обучаться в сфере фэшн, в сфере моды, в сфере дизайна, в сфере рекламы, да, в моде. И мне все говорили, что я совершаю большую ошибку. Я поступила сюда на магистратуру, моя магистратура длится один год, и я вам сегодня покажу, как выглядит мой университет, как проходят мои дни, что произошло за время моего переезда. Я нахожусь здесь уже на протяжении практически одного года, и я безумно рада, что со мной это произошло. Это был супер рисковый поступок в моей жизни. Мои родители мне говорили, что я совершаю большую ошибку. Многие из моего окружения говорили, что я об этом буду очень сильно жалеть, ведь я отказываюсь от всего того, что у меня есть в России. Машина, квартира, которую я себе купила, да, обустроила себе полностью жизнь, и я это все бросаю и принимаю решение ехать учиться в Италию. Максимально спонтанно, за месяц до того, как начиналась моя учеба, мне пришла эта идея, потому что я думаю, блин, а когда еще, если не сейчас, почему я должна отказываться от своей мечты, почему я должна ее откладывать, ведь в будущем я планирую открывать свой собственный бренд одежды, и я хочу сделать его необычным, то есть не просто, типа, шить какие-то костюмы, футболки, как это делают все остальные, я хочу делать из этого творчество, я хочу делать из этого полноценный бизнес, я хочу, чтобы это стало делом моей жизни, и для этого мне нужны определенные знания, не только в дизайне одежды, но и в том, как формируется бренд, и по сути, моя работа сейчас заключается в том, что я помогаю экспертам, различным девчонкам, которые занимаются своим бизнесом, выйти на новый уровень, но мне было всегда это интересно с точки зрения моды, а как это работает в фэшн-индустрии, как бренды становятся брендами, почему мы все настолько ценим Гуччи и готовы переплачивать за вот эту вот просто надпись Гуччи на какой-то футболке или сумке, почему мы отдаем за это такие деньги, и мне, как человеку, который уже на тот момент хорошо разбирался в маркетинге, было очень интересно, как выстроить бизнес-систему так, своего будущего бренда, чтобы это работало, знаете, не просто ради денег, а чтобы это было что-то более грандиозное, более креативное, более классное, не просто эстетичное, не просто красивое, а что-то такое, что будет иметь определенный смысл в глазах людей. Летом 22-го года, это было в августе, я поехала со своей подругой в Италию просто, знаете, отдохнуть, просто погулять, и я в Италии до этого была уже несколько раз, мне безумно откликается эта страна, потому что у меня с ней связаны определенные воспоминания из детства, не знаю, как-то культура Италии очень сильно прижилась в моей семье, мы много слушали итальянскую музыку, мы много ходили на различные мастер-классы по готовке итальянской еды, и как-то я такая типа, а почему бы и нет, а почему бы не попробовать, почему мне не поступить в Италию? И я помню тот момент, мы сидим с моей подругой в Италии, просто приехав на уикенд, на выходные, отдохнуть на несколько дней, я такая, я решила, что я буду сюда поступать. При этом до этого, буквально за неделю до того, как я вообще приехала в Италию, я еще помню, я написала пост, почему я не пойду на магистратуру в России, почему я не буду идти дальше там в кандидатскую степень и так далее, потому что я хотела заниматься творчеством, бизнесом и, в принципе, тем, чем я занимаюсь, да, быть блогером, создавать какие-то классные проекты, которые помогают людям. В Италии я почувствовала, что, блин, наверное, я должна это сделать, я возвращаюсь домой, конечно, я рассказала всем друзьям, я рассказала своему жениху, я рассказала родителям о том, что я решила переехать в Италию, они на меня смотрят вот с такими глазами, они такие, Даш, это типа какая-то больная идея, это что-то неадекватное, зачем ты это делаешь? Меня в тот момент, не могу сказать, что обидело, мне было как-то уже все равно, потому что я однажды уже отказывалась от своей мечты, от того, чем я хочу заниматься, от того, к чему я стремлюсь, и я понимала, что никакие слова не переубедят меня, мне говорили, что зачем тебе это нужно, иди по тому направлению, куда ты шла, кто тебя возьмет в Италию учиться, у тебя же нет бакалавриата итальянского, у тебя вообще как ты будешь поступать, как ты сейчас переедешь с закрытием границ, со всеми сложностями, сейчас же невозможно выводить деньги. Мои друзья, которые работают со мной в одной сфере, блогеры, инфлюенсеры, они, конечно же, понимали, какие риски за собой влечет переезд в другую страну, ведь сейчас невозможно отправлять куда-то какие-либо посылки, и все прекрасно понимали, что если я уезжаю в другую страну, то я теряю очень большую часть своего дохода, да, то есть мне бренды не могут российские присылать, какую-то одежду или вещи на рекламу, да, меня не будут приглашать на различные мероприятия, потому что я просто не нахожусь в России, а кому я, по идее, нужна в Италии, если моя аудитория — это люди из России и стран СНГ, безусловно, в Италии тоже живут русскоговорящие люди, но все равно это не такой большой процент, и брендам здесь интереснее работать с итальянскими инфлюенсерами, и меня все отговаривали, говорили, что это самая большая ошибка в моей жизни, которую я совершаю. Август, 2022 год. Я через знакомых и друзей, кто когда-либо учился в Италии, через свою аудиторию нахожу контакты различных компаний, сервисов, которые вообще занимаются организацией сбора вот этих всех документов в Италию. Я понимаю, потому что мое желание, оно искренне, мне пофиг, кто там что говорит, я поеду исполнять свою мечту, и я пытаюсь как-то связаться и узнать, как я вообще могу поступить в Италию, что мне для этого нужно. В суперэкспресс-режиме я собираю все документы, я собираю там справки, страховки, и для поступления в Италию я собирала просто вот такой, друзья, вот такой вот пакет документов различных. И тут наступает момент, когда компания, которая мне помогала поступить в университет, они мне говорят, что, к сожалению, набор сейчас уже закрыт, а я хотела, чтобы я в сентябре уже уехала, то есть в августе я начала, и в сентябре уже начинается учеба. Они говорят, на сентябрь ты никак не успеваешь, закрыт набор, плюс мы не уверены, что тебя возьмут на магистратуру, потому что у тебя законченный бакалавриат совершенно не в сфере, связанной с модой. Скорее всего, тебе придет отказ. Я говорю, ну давайте попробуем. Я добавила максимально все в свое мотивационное письмо, в свое портфолио, те проекты, которыми я занимаюсь, те компании, бренды, с которыми я сотрудничаю в России, потому что по факту моя работа заключается в тесной связке с модой, потому что я снимаю контент, я делаю различные креативные съемки для брендов одежды в России, и это офигенно крутой опыт. Я думаю, блин, а может быть попробовать это, добавить к моему бакалавриату, который связан с бизнесом, менеджментом, маркетингом и так далее, скомпоновать из этого что-то крутое, и возможно меня возьмут на магистратуру. В какой-то момент со мной связываются, говорят, смотрите, к сожалению, мы не можем вас взять, возможно вы потом захотите прийти на бакалавриат, но я понимала, что я не хочу учиться 4 года, у меня достаточно знаний, у меня достаточно навыков, я им говорю, смотрите, я ищу плюс ко всему этому блогер, возможно вам было бы интересно со мной работать, возможно для университета это был бы большой плюс, как такой пиар-ход, ведь я в любом случае буду освещать свою жизнь, то, как я учусь, что в моей жизни происходит здесь, в Италии, это типа, ну офигеть, какой крутой контент. Я провела несколько созвонов уже с представителями самого университета, и меня одобрили. Блин, это так трогательно звучит, меня одобрили, да, мне сказали, да, мы вас берем, со мной подписали контракт амбассадорства, я сейчас являюсь амбассадором своего университета, но несмотря на то, что они мне предоставили такую возможность, я всегда им говорила, и говорю до сих пор, что я буду честно рассказывать про свою учебу, что мне нравится, и что мне не нравится, в этом видео я поделюсь плюсами и минусами. И вот я поступила на магистратуру, которая длится один год, образование у меня на английском языке, есть какие-то лекции на итальянском, но они дублируются в переводе на английский язык, но мне все равно проще слушать на итальянском, потому что после того, как я переехала в Италию, я начала учить итальянский с репетитором, сейчас я говорю на уровне заказать кофе, я хорошо понимаю, когда люди говорят на итальянском, но самой говорить мне пока сложно. Соответственно, я поступила на курс, который был полностью на английском языке. Мое направление называется реклама и маркетинг люкс брендов в коммуникации в сфере моды. Это направление, безусловно, является связующим звеном, знаете, между маркетингом и непосредственно дизайном одежды. По сути, я сейчас учусь тому, как бренду выстраивать свой DNA, как находить ДНК того, что они будут продавать, как создавать продукты, которые будут продаваться дорого, как бренды выходят на такой уровень. Я пошла учиться сюда для того, чтобы понять, как мне выстроить свой бренд одежды. То есть, я не обучаюсь дизайну одежды, я ничего ни краю не шью, потому что в этом и не заключался мой изначальный запрос. Мой изначальный запрос заключался в построении личного бренда, в построении маркетинговой стратегии, чтобы я просто понимала, как работает сфера моды. И на самом деле, это в разы глубже, чем я думала. Обычного маркетинга абсолютно недостаточно, обычных курсов, фотографий абсолютно недостаточно для того, чтобы запустить масштабный бренд одежды, который будет находиться не только в одной стране, который будет распределен по всему миру, который будет расти и развиваться. И, собственно, для этого я и пошла учиться. А теперь давайте посмотрим несколько кадров из того, как выглядит мой университет. Добро пожаловать в наш университет. Ну что, друзья, сейчас у вас будет небольшая курсия по моему университету. Вот так мы учимся, да, вот в таком вот виде мы себе можем похорить, ходить в университет. Можно я покажу эту красоту? Как узнать студенты моего университета? Они, скорее всего, с 99% вероятностью будут ходить вот в такие вот сунты, нам их выдали как первый день обучения, и я до сих пор с них хожу, потому что она очень удобная. Так у нас выглядит основной зал. Обычно здесь происходит работа дизайна, здесь стоят манекены различные. И у нас так вот две стороны, и тут различные кабинеты, да, два коридора. И, собственно, это основной корпус, в котором мы постоянно и обучаемся. Вот так. А это мы тут сидим посреди рабочего стола, потому что мне приспичило сделать фотографии для Инстаграма. Алина, всем скажи привет. Это моя чудесная одногруппница Алина из Москвы. Лекции у нас проходят в совершенно различных форматах. У нас есть лекции, где мы просто слушаем, то есть такие теоретические. У нас есть лекции с практикой, у нас есть различные штуки, которые совмещают нас и дизайнеров одежды. У нас есть различные форматы выездных мероприятий, то есть мы ездим прям реально в шоурумы брендов, мы ходим в пиар-офис различных брендов, мы ходим на выставки вместе с нашим университетом, вместе с преподавателями, и это просто колоссальнейший опыт. Нас также приглашают на различные кастинги, нам дают различные проходки на закрытые фэшн-мероприятия, и мне, как человеку, который в дальнейшем собирается открыть свой бренд одежды, это безумно важно, это безумно ценно. И да, огромный плюс моего университета заключается в том, что нам дают разносторонний формат учебы, что это не просто теория, вот вы учите и все, что нам дают возможность социализироваться, нам дают возможность ходить на какие-то мероприятия, нам дают возможность понимать, как это работает в реальной жизни, а не только на теории. У нас есть различные предметы, у нас есть журналистика, у нас есть коммуникации в фэшн-среде, у нас есть история моды, у нас есть маркетинг, у нас есть такие предметы, как фэшн-проекты, когда мы анализируем различные бренды, прописываем для них маркетинговую стратегию, когда мы занимаемся созданием новых продуктов для брендов, когда мы занимаемся работой с NFT и метавселенными, которые интегрируются в моду не хуже, чем остальные сферы. И самым классным в этой учебе для меня является то, что нам не просто дают теорию, практику, там какие-то, знаете, работы в группах, что нас заставляют думать креативно, нас заставляют видеть возможности, нас заставляют социализироваться, нас заставляют думать что-то такое, что находится за рамками нашего сознания. И плюс нас постоянно сподвигают к тому, чтобы мы максимально социализировались. Например, не так давно назвали на кастинг одного очень крутого бренда, он называется Марни, для того, чтобы отснять полноценный кампейн, и чтобы у нас была возможность попасть внутрь самого процесса, посмотреть, во-первых, как проходят кастинги, а во-вторых, побыть в роли модели для этого бренда. И, конечно же, я не смогла пропустить этот момент и тоже поучаствовала. То есть мы прям полноценно пришли на кастинг, и там были девчонки из модельных агентств, а нас сюда пустили только потому, что мы были студентами нашего университета Марангони. Сегодня у нас с вами планируется очень интересный день. Я вышла с учебой, и сейчас я иду на кастинг одного известного бренда в Италии. Он очень популярный, они выставляются на Fashion Weeks, называется он Марни. У меня появилась возможность попасть к ним на кастинг, они сейчас набирают моделей для съемки своего лукбука. Я решила, почему бы не сходить, не посмотреть. Я не модель, у меня не высокий рост, я где-то 1,69-1,70 метра. Как раз ищут людей примерно с таким ростом, вот. И я хочу попробовать, посмотреть. Мне просто интересно, как это устроено все изнутри, и раз у меня появилась такая возможность, я решила сходить. Так, мы приехали. У нас тут шикарная мадам с самыми длинными ногами в Милане. Не сначала, нет. Мы заполнили анкет. Походим, пожалуйста, к тому, где кастинг. Сейчас будем ходить. Ходямте. Нет, ты. Университет, в котором я учусь, называется Марангони. Это частный вуз, который сейчас имеет государственную аккредитацию. И за один год учебы я платила 36 500 евро, что в пересчете на рубли чуть больше 3 миллионов рублей. Да, это очень большая стоимость за год учебы. И я по факту, если вот так объективно к концу учебы смотреть, считаю, что это образование не стоит своих денег. Но в Италии, в принципе, уровень цен гораздо выше. Мне сложно отделить учебу от всей жизни в Италии, потому что для меня переезд воспринимается как что-то полноценное, как одно целое. Я не могу оттуда вытащить учебу, потому что с учебой я получаю различные бенефиты. И это не только какие-то знания. Это друзья, это крутой комьюнити. Да, я нашла своих людей из разных стран. У меня теперь есть подруги из Турции, из Тайваня, из Мексики, из Парижа. То есть из абсолютно разных уголков земли. Из Испании, кстати, в том числе девчонки из России. Я тоже здесь много с кем познакомилась. И по сути у меня сформировалось здесь абсолютно новое комьюнити. И я безумно рада этому, правда. Это у нас кафешка рядом с университетом. Это больше, конечно, похоже на бар, но все же. Мы приехали на винтажный рынок с моей подружкой с университета. Сейчас мы будем ходить, смотреть, выбирать что-то. Тут очень много людей. Боже, я увидела сейчас шубу. Смотрите, что мы нашли. Офигенно. Мне очень нравится. Вы только посмотрите на эту красоту. И тут я уже с покупками. Все это вот так вот выглядит. Тут огромные-огромные ряды. С одеждой, со всякими винтажными штуками. Прекрасный вид. И на нашу чудесную компанию. Все сидят в мехах. Тут шикарный ужин. Мелик ужин. Мы пришли в клуб. Он находится в лесу. У нас женщины с голыми ногами ругают. Не, ну. Алина, как обычно, у нас отдыхает. Еще один плюс жизни в Италии, который я для себя объективно сейчас понимаю, это возможность путешествовать. Италия это супер прекрасная страна, как вы видели в моих предыдущих влогах. Это безумно классное место. И здесь все достаточно рядом находится. То есть можно просто сесть в машину, проехать куда-то час, и вы уже на озере Кома, в супер потрясающем вообще месте. И у меня в Италии появились друзья не только с университета. Я стала более открытой в общении. Я стала знакомиться с людьми на улице. У меня появился один итальянский друг. То есть не просто знакомый, а человек, который прям реально друг. И мы с ним очень много путешествовали по Италии. Мы ездили в различные места, в различные города. И когда ко мне приезжали друзья из России, мы вместе съездили в путешествие, например, на озеро Кома. Вы посмотрите, куда мы приехали. Как красиво. Ничего не успела вам поснимать. Ходили, посмотрели красоту. Сейчас делаем контент, фоткаемся. Мы с Алиной применялись реже, я в ее шубе. Она в моей куртке. Идеально зашло, скажите. Да, и мне как идеально зашла ее шубка. Также я стала много путешествовать со своими друзьями из университета. Мы могли просто на выходные, на субботу и воскресенье, взять билеты на поезд, знаете, и просто сесть и поехать в Верону. Просто так на два дня погулять. И это для меня пик какого-то наслаждения. Все, я уже на вокзале. Сейчас пойду искать вагон своих девчонок. Они уже сели в поезд. Меня не дождались, хотя я заранее приехала. Мы приехали, выгружаемся, сесть чемоданами. Называется, девочки приехали на одну ночь. Just for one night. Мы пытаемся понять, как работает R&B&B квартира. Марина тут вводит код. Наконец-таки зашли. Нас тут ждет уже бутылочка вина. Вот такой у нас небольшой апартамент. А это единственная кровать в этой квартире? Нет, есть еще спальня. И я думаю, что... О, о, неплохо. Очень мило. Смотрите, как мило. Все, мы напились в Просеку. Сейчас идем гулять. Пойдем в домик Джульетты. Посмотреть на нее балкончик. Я уже не знаю, какой я раз. Там 15, 20, 40. Но там всегда очень красиво, душевно. Я вообще обожаю Верону. Как вы видите, глаза блестят. Просеку подействовала. Вау. По работе я думала, что у меня будет большая просадка в плане дохода. Как я вам уже рассказывала, я боялась, что со мной перестанут работать российские бренды, потому что им просто невозможно сюда доставлять мне какие-то одежды или бьюти-продукты и так далее. Я боялась, что со мной не будут работать итальянские бренды. Я сильно просяду по доходу, потому что это значительная часть моего ежемесячного дохода, это работа с различными брендами. Меня как блогера, да, когда я рекламирую их продукты, товары, услуги и так далее. Но все оказалось гораздо круче, чем я думала. Я нашла большое количество выходов, и за время моей жизни в Италии, несмотря на то, что Инстаграм закрыли в России и так далее, мой доход вырос. Он вырос не сразу. Первые три месяца у меня была, правда, дикая просадка по доходу. Плюс я стала резко гораздо больше тратить, ведь здесь я трачу просто больше денег, потому что здесь все дороже стоит. То есть выйти куда-то вечером с друзьями, типа поужинать в ресторане, сходить в бар на вечеринку, вернуться домой, все это 400-500 евро. То есть это где-то 45 тысяч рублей. Это очень много, друзья. Ну, как бы по меркам России, это супер дорого в России за то, чтобы поужинать, сходить в бар на вечеринку, и плюс вот эти все такси и так далее траты. Ну, я тратила, ну, максимум, там, 10 тысяч рублей. Это если вот, ну, я прям шоковала. То есть вы понимаете, да, это в четыре раза больше. Плюс у меня просел доход, но это длилось недолго. Это было лишь несколько месяцев. Потом в какой-то момент я начала активно участвовать в том, чтобы самой писать брендам, итальянским предлагать работу. И спустя какое-то время мне стали отвечать, и мое первое сотрудничество в Италии состоялось уже осенью, через несколько месяцев, как я переехала. Это был бренд, который занимается мехом. Они делают различные шубы, сумки из меха, и это премиально бренд, то есть люкс-сегмента. И с ними у меня было первое сотрудничество. Я тут заехала в одно очень классное место. Сейчас буду выбирать себе сумочку, пойдем снимать контент. Кристина готовится уже, пожалуйста. Знали, как меня заманить к себе? Конечно. Смотрите, какие хорошенькие. Я думала между голубой и коричневой, но, скорее всего, возьму коричневую, потому что она мне больше подойдет под утфиты, и она такая более зимняя. У меня больше таких теплых оттенков в гардеробе. Смотрите, какой там вид красивый. Это же вообще... И самое крутое, это то, что они меня стали звать на различные мероприятия. Например, они создали прям такой полноценный рождественский вечер для всех инфлюентеров, где были супер какие-то известные итальянские блогеры, у которых там по 2-3 миллиона подписчиков. И меня тоже туда позвали. Там прям был, знаете, это был первый ужин такой в моей жизни, где поставили прям мое имя с фамилией, там был заказан ужин, полноценно все нам сделали, огромные подарки от бренда. И я такая думаю, как это круто. И я в тот момент не верила, что у меня получилось. Я не верила, что я смогла. И мне было, с одной стороны, так тревожно, радостно на душе, потому что я помнила слова людей, которые мне говорили, ты совершаешь самую большую ошибку в своей жизни, переезжая в Италию. И я очень рада, что я их не послушала. Ну что, наша вечеринка закончилась. Мне выдали вот такой вот милый подарок, с вами вместе его, я думаю, дома распакуем. У меня правда такое впервые, что меня бренд в Италии позвал на рождественский ужин. Боже, я так счастлива, я так рада, что меня даже здесь стали замечать мою работу, к ней относиться с таким уважением. Мадон, гигантастка. Красота. И давайте посмотрим на фотографии. Мы идем на пари. Роскай, я герс. На пари, на вечеринку. Как мы скидем герс или рука? Ру-найс. Плюсов и минусов очень много. И они все разные для абсолютно разных людей. И задача этого видео не просто объяснить вам, стоит вам переезжать в Италию, поступать сюда или нет. Моей задачей является донести до вас. Ваши решения, которые вы принимаете, они не всегда будут ошибками. И если вам внутри кажется, что это решение для вас важно, что вы считаете, что у вас все получится, вам внутри чувствуется, что все будет хорошо, делайте это. Принимайте решение. Действуйте. Потому что те люди, которые вам говорят, что это будет самая главная ошибка в вашей жизни, не всегда правы. И, возможно, то решение, которое вы принимаете на основании того, что говорит ваше сердце, будет самым решающим в вашей жизни, как это случилось у меня. Мне хочется вам пожелать, чтобы вы развивали в себе навык уверенности. Перманентной уверенности. Знаете, не той, которая появляется лишь иногда, когда вы надеваете красивое платье и делаете красивый макияж. Нет. Той уверенности, которая живет глубоко внутри и в душе, которая постоянно позволяет вам принимать правильные решения в вашей жизни. Ведь уверенность — это навык, к которому мы все стремимся, которое мы думаем, что приходит откуда-то, да, либо мы с этим рождаемся. Нет. Это навык, который нужно развивать, с которым нужно работать и который позволит вам увидеть вашу лучшую жизнь. Я прощаюсь с вами. Я желаю вам хорошего дня, утра или вечера, в зависимости от того, когда вы смотрите это видео. Я буду очень рада, если вы поддержите меня лайком или подпиской на этот канал, потому что мне безумно приятно делиться с вами своей жизнью и получать от вас обратную связь. Я вас очень люблю, целую, обнимаю. Ваше Даша Ритмо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok